Приветик, дорогие друзья! Я Высоцкий, я онлайн, с Эдером Муждабаевым онлайн, это уже не сюрприз по средам. Как всегда, привет, Эдер! Селям алейкум. Когда-нибудь я тебя научу как правильно по-крымски отвечать. Селям алейкум. Ответ алейкум селям. Проще не бывает. У нас самое короткое приветствие. Я просто больше чеченцами общаюсь, честно говоря. Ну и это заметно, кстати. Там это более как все торжественно. А у нас коротко. Дон. Русский будет Дон. Дон. Быть закопан в земля Дон. В земля на Харькове Дон. И с этого, наверное, и начнем. Знаешь, опять же, какие-то смешные видео и всякие там эти прибалуточки. Тут что-то не было настроения сегодня собирать. Потому что такие события, не склоняющие к юмору, склоняющие больше к открытому разговору про то, в каком состоянии находится наш враг. Не для КАА, да. Напоминаю, что я слежу за трансляцией с телефона. И, соответственно, слежу за комментариями, за вашими вопросами. Ну и будем, конечно, комментировать замечательных ольгинских троллей, которые тут, как всегда, навалят, я думаю, через минут 15 массовым образом. Вот. А не секрет, что происходят события под Харьковом. События, которые нас всех обнадеживают. Вот. Помимо, вот я не называю это контрнаступлением никогда в своих коммуникациях, чтобы не сглазить, и потом контрнаступление создает, знаешь ли, такое когнитивное искажение. Не вот особо, особенно для тех, кто смотрел много советских фильмов, что это, ааа, там, ура, поднялись, побежали. Нет. Это высокотехнологичная, интеллектуальная, постепенная война. Да, это не шашки, не Чапаев, нифига, это шахматы. Ты так вот раз, раз, раз обставился, где-то отодвинулся, где-то тактически отошел, где-то перешел. Вот так это выглядит. Но мы говорили о юге, и сейчас началось офигенно активно под Харьковом. Балаклия – это ключевой населенный пункт для удержания изюма, а изюм – ключевой населенный пункт для удержания Харьковского направления фронта русскими. На, по крайней мере, официально про освобождение не говорится, но уже там куча видео пацанов наших, девчонок, он, который там с украинскими флагами, уже Балаклии. И там характерный момент, от которого мы можем в нашем стриме оттолкнуться, что в окружение, в Балаклии, в этом участке фронта попал целый Самарский СОБР. СОБР – это специальный отряд быстрого реагирования. Вот так он расшифровывается, кацапский. И там все шлют в этих кацапских группах, телеграм-каналах, там братушки, там вы наши герои, вы держитесь, вы там это. Но вот уже перестал выходить на связь. Но в чем особенность? В чем прикол? Для тех, кто не понимает. СОБР – это один из спецназов Росгвардии. Росгвардия – это вот те самые мудаки, которые ехали за российскими войсками, с щитами и палками в кузовах, для того, чтобы после того, как русские тут парадом пройдут, можно было всех мутузить недовольных и обеспечивать конституционный порядок в новом российском регионе. То есть фактически это войска подавления народа, а это не боевые части. Они там выполняют полицейские функции, всех пиздят, извини меня, на митингах. А этот спецназ – это просто ментовской такой спецназ, кого-то задержать. И то, что они оказались на первой линии, вот этот СОБР, вместо фактически штурмовой пехоты, на, ну, мне кажется, это свидетельствует о таком большом кризисе в системе управления войск Российской Федерации и о большом кризисе, который там назревает. Я прав или не прав по твоему ощущению? И как бы, ну, правда ли ситуация в Кацапстане настолько ухудшается? Ну, я не нахожусь в Кацапстане, поэтому не могу там судить об этом совсем уверенно. Но, когда ты сказал СОБР и когда ты сказал Конституционный порядок, меня тут же перенесло, просто как по голове ударило в 95-й год. В 95-й год, кажется, январь, началось все прямо перед Новым годом, попытка штурма Грозного, море крови, там генерал Рыклин, по-моему, был русский такой. Это, они бросили этих своих, свое пусочное мясо в месиво, а потом отправили туда СОБР. СОБР это уже тогда был, тогда он был придан как МВД, не знаю, сейчас, наверное, тоже МВД, наверное, Росгвардия, да, но это, в принципе, то, что ты сказал, да. Я вспоминаю, как я ночью, находясь в здании, не помню, где мы их ждали уже, но я специально, чтобы поговорить с людьми, которые оттуда вернулись, я их встречался в том городе, где я родился. Я написал тогда большую статью, интервью с одним из этих СОБР, который просто подошел ко мне, он меня не знал. Кажется, его Володя звали, кажется, Володя Турков, что-то такое. И почему я запомнил? Потому что он сказал мне, я никогда больше не пойду ни на какую войну, сказал он. То, что мы там творим, это ужас, это мрак, зверство, я никогда туда больше не пойду. Он спустя какое-то время уволился или перевелся на какую-то совсем там хозяйственную службу. И это мне сказал человек, который видел Афганистан, который видел еще там что-то. То есть, в принципе, профессиональный там такой, ну, не сказать, наемник, ну, судя по нынешней русской армии, да, наемник, конечно. И здесь он отправился, ну, типа, как считать, государством или террористом в России? Да, это давно уже террористы, вот как раз с Первой Чеченской войны. И он страшные вещи рассказывал, наверное, не все. Я уж не помню полного содержания всего, что он говорил, но я думаю, что история повторяется сейчас. Действительно, это каратели. Действительно, вот это братушки, матушки, там, сиськи, письки, мамки, самки и так далее, они своих карателей, конечно, не привыкли отправлять на смерть. Конечно, он должен был прийти вечером домой, помыть руки от крови, ноготочки почистить, возможно, забежать на маникюр, значит, взять там какого-то бухла дорогого, наверное, как они могут себе позволить, это высокооплачиваемые убийцы и каратели. И прийти, значит, к своей бабе, а может, и не к своей, а может, и не к бабе. Вот, и, значит, в итоге захрапеть, да. Но что-то пошло не так. Что-то Украина, как и тогда Чечня, кстати говоря, в Первую войну, когда ее еще не бросили все силы рейха, и когда ее не предали, и Чекирию, и все западные страны, и не только западные. Вот. Они пошли туда, шли туда очень, так сказать, бравым маршем, получили там очень-очень крепко, получили. Значит, многие раз хотели воевать, и сейчас мы наблюдаем, но это что же, вот это уж это точно не секрет, что очень многие, так называемые русские, только и думают о том, как свинтить с этой армией, куда их за длинным рублем, или что там у них там длинного, все короче становится. Значит, отправила, значит, баба, мамка, там, самка отправила. Вот. Как-то они поняли, что, в общем, Украина это равно смерть для них. Ну, то есть, вообще ничего хорошего, да. Ну, как бы вот стиральная машина и пакет, ну, все, да. Только в пакете не грязное белье, а он сам. Поэтому я думаю, что, конечно, среди вот этих, знаешь, среди ура вот этих вот идиотов, которые слушают Соловьева, там, вот эту всю хренатень, они и дальше будут кричать, там, «Украина!» «Мочить хохлов!» «Атомная бомба!» «Атомная бомба!» «Переносность» в смысле. Вот. Террористическая армия, они, конечно, думали, что... И были запрограммированы на то, что они будут грабить и убивать без наказ creative spear Northearnia. А оставшиеся живые будут им приносить горилка, сало, омлека. Да. Но совсем все, совсем все пошло не так. Вот они встретили очень злых людей, вот они встретили партизанское движение, которое здесь было организовано, тут надо отдать должное, вот то, чего в свое время не сделали, когда была оккупация Крыма, была растерянность такая, оружие все увезли, ушли и так далее. Здесь, видно, в этом позаботились, поэтому и машины этих предателей летят на воздух, им там не живется, и референдумы свои так называемые, они все откладывают и откладывают, знаешь, как импотент секс откладывает все время. Давай еще подержимся за ручку, дорогая, да? Да, вот, и вот это все, конечно, и то, что реакция, я по косвенным таким, знаешь, я по деталикам сужу. Вот потому, что говорит Путин, потому как он ничего практически не комментирует, но можно себе представить, да, вот от противного, а вот представь, чтобы наоборот было все, да? Да они бы уже визжали на весь мир бы, там и в этих телевизорах уже бы все там, а там наоборот, там у них злость, как же так, хохлы, надо добить, добить-то почему надо? И кто хочет добить? Тот, кто не пойдет воевать точно, и тот, кто понимает, что они огребают, да? Да, и вот сегодня, кажется, Юр Бутусов отметил, что вот их молчание о боевых действиях, это абсолютно чеченский синдром. Я, как человек, который помнит освещение обеих, но особенно Второй Чеченской войны, да, я с ним соглашусь, потому что, когда они что-то невнятное говорят, и говорят, типа, все нормально, никакой паники нет, вот этот новый мем, да, который еще пока наши художники, я не видел, чтобы обработали, но они обработают это все, и поэты, и прочие остроумные люди, да? Вот это никакой паники нет, когда по всем каналам ведут методички, мы понимаем, что никакой частной инициативы в этих каналах нет, это все ФСБ, это все ГРУ, это все военно-политическая структура Рейха, да, они, когда в России, в СССР, в России все знают, когда власти говорят, что нет никакой паники, надо бежать за водкой с сахаром и спичками и солью, да, вот, а здесь, когда нет паники, значит, надо просто бежать, вот и все. И это еще при том, что вот ты правильно не употребляешь слово контрнаступ, потому что, ну, одно дело, если бы мы имели там хотя бы пятикратные преимущества, да, тогда действительно это было бы как асфальтовый каток, ну, однозначно, да, при том, как наши армины на своей земле воюют, и как ребята стараются, и как, ну, вообще все, да, при том, что силы, все наоборот, что силы у обороняющихся превосходящие, а это вообще против всех законов обычной военной науки, это абсолютный, конечно, героизм, во-первых, это талант наших военачальников, от сержантов до их самовиданность, да, и все такое прочее. И тут можно только, знаешь, замирать, замиранием сердца, наблюдать за всем этим, помогать и помалкивать, и смотреть на то, как это все происходит, потому что в таких условиях контратаковать могут только гении. Вот я, честно говоря, только гений, и только абсолютные герои и гений, гении и герои, вот, поэтому давай смотреть дальше, давай не будем делать никаких прогнозов, мы к войне, как люди, непрофессиональные отношения не имеем, поэтому я думаю, что лучшая реакция на самом деле, вот сейчас читать, вот это кацапские паблики, вот они там, при всей их цензуре, там, при всем, да, они же вынуждены какой-то градус патриотической истерии поддерживать, да, и все больше там будет становиться недовольных, в том числе и среди фашистующих элементов, вот этих, да, эти-то будут молчать все эти либералы, которые там остались, а фашистующие будут выражать недовольство и так далее, вот, по реакции от противного, это как отраженный свет, по отраженному свету мы будем судить по, что происходит там, что там наши с ними творят, да, вот, дай бог, чтобы как бы все шло в любом темпе, в нужном направлении, там уже генерал, этот натовский бывший командующий НАТО в Европе Бен Ходжес пишет, что в этом году Украина выйдет на линию 23 февраля, а в следующем году уже будет до лета в Крыму или до конца года, он сказал, да, я не знаю, откуда у него такие данные, хотел бы такими данными, аналитикой такой экспертизы располагать, но я на это не буду рассчитывать и никому не желаю, я рассчитываю на то, что российская армия каждый день будет терять гораздо больше, чем наша армия, что потери в живой силе и техники будут нарастать, и я понимаю, что Путину хоть 500 тысяч уложить там этих вот, да, но по личному составу, по алкашам, по уголовникам, по бомжам, по насильственным вот этим дуракам, которые на оккупированных территориях там надеялись на что-то, значит, думали, вот мне рассказали историю в Херсоне, кажется, или в Мелитополе, там какой-то хрен был, который там встречался с русским флагом, там плакал, кидался им там на броню, там и так далее, соловал сапоги, пришли и отправили их в первую линию, на мясо, и они, а как же так, куда вы меня тащите, ну все как обычно, а он думал, что русские его освободили, чтобы за него помирать, вот, а он за их спиной будет колбасу есть, как этот вот отец Федор в 12 стульях, да, да, сейчас, конечно, ага, приехали, еще бриллиантов вам насыпят, дуракам, вы ни на что кроме мяса не нужны, но это говорит о том, раз он кидает их в пекло, и раз он говорит, фюрер же сказал, что они воюют лучше, чем профессиональные военные, это не может быть правдой, ни при каких обстоятельствах, потому что, ну что, это толпа, толпа с автоматами воюют лучше профессиональных военных, у которых есть артиллерия, там все остальное, прочие танки и так далее, конечно же нет, но это, это такое вот, перевожу идиотам, которые нас тоже смотрят, это говорит о том, что я буду дальше отправлять всех идиотов, всех желающих, и всех беспомощных, буду отправлять на мясо и хвалить перед смертью, да, о, какие вы молодцы, за Родину, за Путина, да, я заканчиваю уже, да, ну вот, все понятно. Это как раз дополнение, вот мы говорили про эту панику, просто есть картинка, можем показать ее, это иллюстрация этих слов, я быстренько нашел, покопался в телефоне, покажи, Максим, пожалуйста, вот, это вот, то есть мы видим, это главные пропагандистские телеграм-каналы, в том числе Соловьев, Анна Ньюс, вот эти все, как бы, русские, и там одинаковое везде сообщение с разницей, там, плюс-минус 20 минут, никакой паники нет, Блоклеев сояли в основном мобилизованы, никакой паники нет, у всех, однотипно, вот, про, просто иллюстрация того, о чем говорил Айден, спасибо. Да, Сергей, спасибо редактору, вот видишь, мы же видим, чего он боится, Путин, он боится, он боится мобилизации, он боится всеобщей мобилизации, пока у него есть, пока точно нет, если она начнется, это вот будет точно начало конца, потому что, но тут не надо питать иллюзий особо, у него достаточно добровольных террористов, достаточно людей криминального склада, достаточно, в конце концов, уголовников, убийц, всяких там деклассированных элементов, для которых там 100 тысяч рублей или 200 там даже, им 240 платят, это какие-то деньги из космоса, он когда про них слышит, он уже не думает, не прошло, да, и ресурс там есть, конечно, он большой, и тут нужны, конечно, и снаряды, и боеприпасы, и разведка, и уничтожение их нужно, короче, чтобы вот эти закончились, чтобы вот эти желающие, их не такой огромный процент, потому что наибольший процент там, вот говорят 75% поддержки специальной военной операции, да, это как раз люди у телевизора, это такие трусливые маньяки, которые сами никогда не пойдут никого убивать и насиловать, да, но если только им кого-то не привяжут и не разрешат, и скажут, что ничего не будет, да, вот, а они смотрят за чужими зверствами и наслаждаются, среди таких людей и сам фюрер, сам Путин, который я абсолютно убежден в своем окружении, вот этим вот рыхлоцеллюлитным, вот этим таежным, кряжестым, с унылыми лицами, мы видели этот портрет, значит, три поросенка, видел, вот это сидят там, значит, на учении. Я хотел об этом тоже дальше говорить, я сейчас покажу. Да, 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 на учение на Дальний Восток, а что ж вы на ближний-то, что ж вы сюда-то не приехали, учителя военной науки, вот, да потому что говно полное, и вот он, значит, вот за что я, ну не люблю Путина, но я люблю Путина как функцию, он говорит все правильно, анализирует все, что происходит там, вот эти паблики берешь от его пропаганды и сам фюрер, он абсолютно все открыто говорит, перевожу он опять для дураков. Я пока не кончится вот эта быдла масса, я буду утилизировать все. Утилизация дураков на оккупированной территории, утилизация дураков внутри рейха, утилизация всех этих, значит, чернажж, ну как они говорят, да, узко и так далее, да, вот. Вот, и никто не знает, где эта грань, когда там рванет. Вот Данилов сегодня, которым я пользуюсь случаем поздравляю Алексея Данилова с 60-летием. День рождения, субтитры. Да, чувак в классной форме, вот, и чувствуется, что он на своем месте, ну вот. И, значит, вот он правильно сказал, я не думаю, что там прям какие-то национально-освободительные движения уже сформировались, но то, что недовольство с каждым днем растет, и никаким телевидением ты это не закроешь, это 100%. Оно пока, там это так, вот, знаешь, русские долго запрягают вот это, на самом деле, долго тормозит, они запрягают, да, долго сыт, давайте говорить, переводить на русский язык с русского. Для себя русская литература такой из жопов язык, я называю, все через задницу, да, все наоборот. Да, и вот на этом из жоповом языке это все и значит, что все на самом деле херово. И как бы они там не рассказывали другу какие-то сказки, украинские солдаты и офицеры общества встретило очень и партизаны, очень их неприветливо. Они прекрасно знают, что они на чужой земле, что они в любой момент могут отправиться, так сказать, пакетированными стать. Поэтому украинская армия занимается ровно тем, чем должна заниматься, она утилизирует вот этот смрад. Потому что когда этот смрад в той или иной степени закончится, ему придется брать призывников. И вот на этом вся эта история и накроется медным тазом. Если вспомнить, как боялись Афганистан даже, по черту куда, при отсутствии интернета, при отсутствии всего, при гораздо более мощной там экономике СССР и так далее, менее зависимой от других стран, как боялись лишнего сказать. Да сейчас же они же на самом деле все видят, это все открыто, все телеграммы не читают, все новости они читают. Наши программы не смотрят. Поэтому тут надо две вещи делать. Украинская армия делает свое дело, просто действительно утилизация как с тараканами. Вот они здесь в роли тараканов на чужой земле, в чужую хату заползли с тараканами. К ним отношение законное, как к тараканам. И с другой стороны, журналисты должны не какие-то там лозунги каким-то говорить, ой, контур нас, тут там еще что-то. Нет, этим нет. Нужно рассказывать, что им ханатут. И приводить примеры. Это единственное, что их может деморализовать, заставить сомневаться в том, что-то фюрер наш такой бодрый, а что-то уже в нашей воинской части, что-то уже кладбище больше, чем казарма. А вот что-то этот контракт не хочет подписать, а этот увольняется, а этот туда, а этот сюда. И вот когда он дойдет уже до Гитлера-Югенда, ну как Гитлер дошел там потом, да, до призыва уже совсем, так сказать, молодых, зеленых, там, всяких, это будет означать уже конец. Ну, собственно, это может прекратиться на любом этапе, мы не знаем там, что там происходит, но нам надеяться надо на худшее, на самый долгий прогноз и рассчитывать на худший сценарий. Но вот худший сценарий – это долгая, долгая, долгая такая война на уничтожение оккупантов, которого они полностью, абсолютно заслуживают. И это, и плюс экономические проблемы, это неминуемо приведет к тому, что не то, что мы не восстание поднимем, а где-то могут быть вспышки, никто не знает где. И вот сейчас подавлять эти вспышки намного сложнее, потому что даже СОБР утилизированный, он же откуда-то приехал, правда, и там из нескольких городов и так далее. А в Самаро городок. В Самаро городок, да. И вот, значит, постепенно-постепенно эта система будет расшатываться. Она не очень гибкая, она как херово спроектированный мост. Кстати, Крымский мост – это будет начало, вот, Крымский мост – это будет начало ускоренного конца по всем признакам, да, вот по военным, по логистике, по идеологии прежде всего и так далее. Вот. Но пока, я думаю, и стратегия наших партнеров такая, и они так это утверждают, такие планы, не знаю, кто там чей план утверждает, ничего не знают, да, но, по крайней мере, они согласовывают. Это вот такое с максимальным сбережением украинских военных и экономией боеприпасов, которых до сих пор не хватает, да, но максимальное уничтожение и выдавливание их с их позиций, склады и так далее – это системное давление. На мой взгляд, это, ну, я не буду говорить, гениальное, хотя я уже сказал, но это гениальная, на мой взгляд, тактика, не единственная приемлемая сейчас и требует чего-то другого, может, только идиот или популизм. Мы, вроде как, среди нас таких нет, поэтому просто будем держать кулаки и помогать нашим военным. Так, перед тем, как пойдем дальше, пару комментариев. Сергей, подякуйте, будь ласка, Эдеру, за клуб политичный ТВР, за все. Ласно, дякуй, Эдеру, за все. Вот, с Казахстана багато пишут, много пишут из Казахстана. Ребята, готовьтесь, готовьтесь усиленно к войне, потому что тут Путин обломает зубы, и не знаю, что будет дальше, поэтому в этом аккуратней. Давите сейчас вот всю эту русскую гниду, вот эту вот всю шваль, да, которая вам рассказывает, эти козацкий язык, вот эти прямо русский язык, вот просто убивать. Вот просто мой совет. В 2014 году не поубивали их всех, да, потом ходили они раздутые, да, это самое. И мы сейчас их утилизируем, хотя если бы утилизировали все это говно, вот наша, коллаборантская, еще тогда жестко, ну, так, неофициально, там, отравилась, там, потравился, косточкой подавился, вот сейчас проблем было бы меньше. Поэтому вот кто-то в Казахстане вылезает только так, голодный, русский язык, право, сразу тушите, сразу тушите. Вот, и хороший комментарий, мне понравился, не сажай возле дома березку, придет русский, скажет, что его дом. Это крымско-татарская пословица, вот, такая. Ну, вот и то, о чем Майдер говорил, есть эта фотография, значит, называется она «Трое в лодке, не считая собаку Кадырова», вот, значит, на дальневосточных учениях. Есть видео, также мы показывать его не будем, как такой Путин, такой весь он, какая-то, как на костылях такой там идет, значит, на эти учения. Вот, достали где-то из подвала, почистили, как Бухарина в свое время, вот, значит, золотали двух этих кадров, которые полностью все про... Едакие слова «граты» добрые, украинские, вот, це синоним вот того слова на букву «Е», вот, про «гралы». Ну, и вот такая унылая, правда, картина. Ну, знаешь, что меня здесь заинтересовало? Я на нее обратил внимание, потому что это впервые за эти полгода «Путин в военной форме». Вот он всегда подчеркнуто ходил в гражданском или в полу там каких-то с длинным... Да, конечно, на учениях он обязан быть, Сергей, он же говнокомандующий. А он, это как бы с точки зрения конспирологии кремлевской, что это означает? Это какой-то сигнал нам всем? Нет. Нет или это? Нет. Это ничего, это просто, ну, это учение, он уже говнокомандующий, я говорю, он должен быть по протоколу, кстати говоря, но любой... А поскольку российская форма говно, то он просто должен соответствовать. Ну, там проблем не только в форме, но и в содержании, вот, как мы знаем. Но вообще, вот все говорят, Путин дед, Путин там плохо выглядит, ну, не знаю, я не женщина, как бы, я к нему не приглядываюсь. Я одно могу сказать, что Путин выглядит лучше всех своих подчиненных, потому что этот, хотя бы, не знаю, что у него там в голове, искренне он верит в то, что он весь мир там нагнет и Америку победит или нет, обиды им движут, там, или уверенность, вот, знаешь, в своем превосходстве какая-то, воспетая его вот этими, как бы, прихвостнями. Но насколько унылое говно его подчиненные Путина, вот эти все, на них смотреть невозможно. Это какой-то запах. Ты просто посмотришь на портрет Герасима, но это же, как бы, это же, это же человек с умственной отсталостью. Этот Герасим похож на, похож, этот Герасим похож на Муму после утопления и полгода под водой достали, откачали, да, прости меня, Господи, за такое сравнение, я так собак люблю. Вот, но Муму это образ такой, вот этот Герасим, вот эта такая дохлая, опять, ну, короче, утопленная Муму, ставшая Герасимом. И вот он такой, он прямо на него видно, что он просто вот, ну, человек уже не может думать, бляха-муха, ну, куда мне, ну, что мне это все, ну, у меня там любовницы, жены, бабло, там, вилла в Италии или где там у него что-то еще, дворцы. Ну, что он от меня хочет, ну, нет у меня для него. Кто-то комментирует правильно, говорит, вы еще Золотова не видели. Я видел его, ну, как на фотографиях видел. Но вот это, знаешь, это вот такой противоестественный отбор, когда берут, вот, опять, не хочу про собак ничего плохого говорить, ну, вот, не собак, ну, условно, любое животное, да, и вот обычно же лучшие качества какие-то, доминантные отбирают там, ну, чтобы лучше там доилась или шерсть лучше, или все такое прочее. А вот это берут, значит, из всех дураков, самую глупую. Они самых глупых собирают, значит, это у них генштаб. Еще глупей, еще глупей, еще, еще, еще. И потом вот этот, вот это вот реанимированное муму, значит, возникает, который что-то там мычит. Про Шойгу вообще не говорю. Это человек, который, ну, он всю жизнь наливал. Это такой, он похож даже на лим такой, знаешь, он такой кряжистый такой, на что-то похож на какую-то рыбу. Вот, значит, и он такой же, если он как первый стакан поднес, так они с тех пор не разлучались, да. Вот, и тут со стаканом не знаю, что там у них, теперь их объединяет, теперь этих суровых парней в тайге. Вот, эти палатки, это романтика, вечер, костры, я не знаю. Наверное, они рассуждают о мировом господстве, естественно, никак иначе. Вот, ну, вот такое... Или просто целуют друг друга в животик, да. Ну, я не уверен, что друг друга, может, мишек каких-нибудь, мишек или кого-то еще, да. Вот, но смысл вообще не в этом, а в том, что вот эта деградация, она привела к тому, что я вот абсолютно, ну, почти уверен. Наверное, нет, наверное, есть какие-то, значит, такие, ну, потомственные военные, какие-то фанаты войны, там, в которых дедушка, прадедушка, там, еще у Суворова в Альпу защик убрал, там. А вот, значит, они выросли до сих пор, значит, ой, 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 что я говорю. Ну, в смысле, вот эти, еду, которую Суворов давал, корм такой, они его рассасывали, это же солонином было, там, ему нужно было разжевывать, там, не очень ты костер разведешь в Альпах. Я что имел в виду, вот, и, значит, вот есть, может быть, какие-то более-менее офицеры, которые что-то там умеют, что-то там понимают. Что-то насосали, что-то насосали, да. Но у них шансов встать в этой, в этой системе, шансов продвинуться по служебной лестнице нет никаких, потому что впереди всегда будет идти налим, который наливает, вот, и муму, который мучит, вот, значит, и всегда готово. Вот, поэтому, вот у них так, но это, это вот то, что нам действительно, тут везением это назвать нельзя, соседство с такими людьми, но то, что они вот такими, плюс у них армия, вторая тюрьма, это же дедовщина, унижение, национальное унижение. И Золотов, и Золотов, я просто хочу, что мы по-трежу Золотова объявили, что мы еще не видели, а еще повидели. Вот этот явный человек, вот, налим наливает, а поскольку, значит, первые эти господа, они всю, значит, водку, там, какую-то брагу, они выжирают себе, то человек вынужден боярышницу по всему употреблять. И поэтому он такой, у него такое одухотворенное, вот, выражение лица человека, который находится в хронической алкогольном делириуме. Вот это вот командующий Росгвардии, подчиненных которого мы сегодня так знатно выиграли, значит, в районе Харьковской области. Ну, там портрет, вот, знаешь, вот, я просто помню, вот, про деградацию, я помню портреты членов полетбюро ЦК КПСС, да, они были ретушированные, и там их человек 15, вот, этих товарищей Пельши и всяких там, вармек, висело. Вот, но все-таки отдаленно, они напоминали людей все-таки, все-таки отдаленно таких, значит, прибитых, зашуганных каких-то, но все-таки хомо сапиенс там в каком-то виде присутствовал, да, несмотря на сталинские чистки и так далее. Да, запуганные, трусливые, апостсум такие, но все равно. Но тут это вот просто, что уж они там употребляют, как уж их там отбирают, но более деградированных элементов, я просто вот это, если, почему сейчас не вешают полетбюро, потому что это все повесить, это же только хохот может вызвать у любого прохожего, даже у Кацапа. Он, как увидит вот это, он обязан заржать, потому что это невозможно воспринимать серьезно. И вот, когда, как бы, российская армия, так называемая террористическая группировка, она, ну, как бы, свое место займет в этой жизни, точнее, в смерти, вот, тогда, конечно, Кацапы сразу начнут смеяться над своими полководцами. Вдруг сразу Путин станет некрасивый, уходи, мы тебя не любим. Вдруг все произойдет вдруг. 91-й год, все мы помним. От референдума за сохранение СССР до кончины СССР, де-факто, прошло менее полугода, а до июра менее года. Вот, поэтому просто надо всему миру, но Украина свою часть дела делает с большим, с огромным запасом. И даже сравнивать нельзя, когда люди жертвуют собой и все остальное, да. Но синхронно душить эту гадину, это наша общая задача, и финал ее абсолютно известен. Ну, я, честно говоря, ну, как бы, у меня никто не спрашивает, хотя спрашивают. Вот, типа, ударят они ядерным оружием. Ну, честно говоря, я в это не сильно верю. Потому что, какие бы они ни были такие, но всякие эти тваринки, они же все равно себе в норку все несли. И они, конечно, маньяки, но они маньяки трусливые, это сцикливый фашизм. И они скорее друг друга сдадут, не при этой ситуации, но чуть про другой, да. Они скорее предадут друг друга. Вот чем будут там до крови сражаться, там, до кровавой, там, юшки, там, скажем. Вот, например, я думаю, что Кадыров первым предаст Путина. Вот, одним из первых. Потому что он из них, несмотря на отсутствие практически образования, серьезно, он из них самый умный. Он от природы такой, знаешь, злой, хитрый, такой инстинктивно, он инстинктивно такой. Не то, что тут ум, нельзя назвать это, может, умом обидеться профессора, хотя он профессор. Вот, но, скажем так, такой житейский у него чуйка на жизнь. Очень-очень присутствует, да. И там начнется серия предательств, начнутся всякие недовольства, то там, то здесь. Их начнут подавлять, потом кто-нибудь начнет что-нибудь поджигать, потом еще что-нибудь, потом еще что-нибудь. Главное то, что делала сейчас Украина, она десакрализирует эту всю хрень. Она дает понять всем, молчащим, мычащим, каким угодно, что вы не победители, чуваки. У вас ничего не выйдет. А когда они не победители, когда бандит получает по рылу, подворотную, он уже на районе не котируется. Все начинают шептаться за спиной, все начинают говорить, ой, он такой-сякой, не тот пошел уже и так далее. Вот это их психология, она довольно простая. Слушай, а вот перед тем, перейти дальше, там еще есть темы у нас, и тема, по крайней мере, одна, которую я хочу обсуждить. Правда, послушай, а почему, да, вот почему такое вырождение? Почему? Они же по-бытовому, просто по-бытовому, по-человеческому, мы же реально уроды. Это же как какой-то, даже, я не знаю, да, то есть, это даже не крошка цахи, они даже не маскируются. Вот просто возьми всех этих людей, да, вот тут деградация на лице, ну, золото, правда, это же просто, видно, человек, у него хромосома там не сходится, да, это как бы человек должен быть в каком-то заведении. Ну, как он говорит, Герасимов, Путин сам, раздувшийся, как медуза на жаре, выкинувшаяся, они реально уроды по жизни. И так не было все, ты прав, да, но какой бы там Советский Союз был ужасным, да, людоедским абсолютно режимом. Ну, там, посмотришь на какого-то Феликса Дзержинского, да, ну, дрожь за пяток пробирает, да, это человек, как бы, видно, что у него есть стержень, да, жестокость, сила, да, вот даже на фотографии ты начинаешь его, там, чувствуешь, да, вот этот вот страх. Вот, ну, я немножко ультрирую, но тем не менее, я думаю, что понятно, о чем я говорю, да, и вот все эти, ну, может, кроме Никиты Хрущева, ну, правда, да, вот что-то такое еще было. А здесь полное совпадение внутреннего мира с внешним, и это так удивительно, каким образом это получилось. Или просто, ну, может быть, просто нация российская, русская, я бы даже сказал, не российская, русская, настолько выродилась, что она рождает уже вот такие физиономии, все там, спившиеся поколения, вот очень странно. Я, как бы, это не политический вопрос, но, да, реально шокирую. Да, очень все просто, я, знаешь, как Бабченко говорит, те, кто не знает русскую тюрьму и русскую армию, тот не может о них никак рассуждать. Я вот не знаю ни тех, ни других, ну, так косвенно знаю, я сегодня не сидел и в армии не служил их, но я хочу сказать, что, в принципе, вот все тут, вот они, это признаки, это всадники апокалипсиса, это не всадники, это свиньи апокалипсиса, это они всем своим видом, и тем, как они разговаривают, как они к другим относятся, как они к друг другу относятся, как они выглядят в том числе, да, как они разговаривают. Это вот действительно деградация, это какой-то конец концов, то есть, вот почему я еще не думаю, что это может закончиться ядерная война, хотя все может быть, конечно же, любой мы так допускаем, но вот апокалипсис, конец земли, вот это вот античность, Египет, пирамиды, статуи, да, вот это, парфеноны, колизей, там, вот это, значит, пантеон римский, там, в Эйфелево башне, там, София Киевская, да, на все что угодно, но это такой мир, который столько всего он производил, это только архитектуру, только эстетическую красоту привел, да, но не может он закончиться кваканием вот этих жаб на болотах, да, но нет. Этот мир, конечно, их победит, несмотря на то, что эти жабы на очень жирных болотах сидят, и они купили, конечно, целые страны, целых политиков и так далее, но эстетически они не выглядят похожими на конец света, апокалипсис не выглядит так, вот на этом, собственно, я ничего и не знаю, так смотрю на них и думаю, что они, вот этот конкурс на дьявола, они проиграли, они какие-то, ну, дьявола из них так себе, черти какие-то просто, знаешь, которые бегают, суетятся, их просто очень много развелось при попусительстве, так сказать, вот, всего остального мира, но я думаю, что это будет исправлено в ближайшее время. Вот знаешь, у нас какая-то магия в чате происходит, что только переваливает количество зрителей за, там, где-то две с половиной-три тысячи, сразу начинается набег, у них, наверное, какая-то такая сигнализация стоит, вот, там, Ольгина, и, значит, они, там, отрываясь от бояры, нас, брюква какой-то, которую они там закусывают в это время, они все бегут к компьютеру и начинается там что-то, не-не-не-не, хихлы, не-не, все дела, но какой-то тут отдельный товарищ, он не оригинальным комментарием выделяется, и не своим тонким умом манипулятора, значит, такого империи великой, он тупой, потому что он спрашивает, вы чем платить коменданку будете, это он у нас спрашивает, вот, но главное, мне понравился его ник, потомок русичий, значит, слышишь, ты чмо, болотное, потомки русичий, вот я потомок русичий в Киеве, да, здесь была настоящая Русь, а ты потомок племени с русичи и Абдристаловича, понимаешь, и сидишь там, значит, свою бояру там, жрешь, получаешь 200 рублей за комментарий, да, вот, поэтому готовься, так сказать, готовься, потому что доминантная нация вас будет исправлять активно. Вот, Сергей, вот она эволюция, от бояр до бояры, понимаешь, вот так вот, до мышей уже все. О, там еще что-то он пишет. Да не, ну это смотри, это все понятно, они работают, но это очень интересно, кстати, вот эти, я предлагаю изучать посылы их, и вот эти троллевские, и если бы вот я этим занимался, ну нет, это ни ресурсов, ни времени, ну может кто-то занимается. Вот читаешь, что пишут тролли в комментариях украинцам и в западных твиттерах, там, политиков и так далее, да, потом все это суммируешь и группируешь, а потом смотришь, что какие месседжи они запускают, допустим, в течение недели по своим вот этим вестям, вот этим всем и так далее, потом начинаешь анализировать то, что показывает Дождь, Медуза, значит, пишет Дождь, там, Эхо Москвы бывшая, там, и вот эти все либеральные СМИ бывшие, Новая Газета, и вдруг ты понимаешь, что они повторяют одно и то же. Вот Новая Газета с Нобелевским Гурятом повторяет то же самое, что безымянный тролль с ником Срусич. Вот, это работает очень просто. Сейчас вот он не случайно написал, это важно анализировать и контрдействовать, значит, на этом фронте, тоже нужен контрнастык нам. Значит, они сейчас пугают весь мир, Европу конкретно в первую очередь, холодной зимой, материалы об этом не прекращаются ни на дожде, нигде. Как проживет Европа эту зиму? Не грозит ли Германии энергетический кризис? Не грозит. Так не говорят не только, понятно, Скобеева, но и никакой дождь нет. Они же журналистикой занимаются. Они важнейшие темы современности поднимают. Это зачем сносят памятники советским солдатам? Действительно, что же случилось-то со странами Балтии? В Латвии. Что же в Латвии случилось, что сносят памятники? Что же произошло-то? Вот никак они не могут все выяснять. И второе, они выясняют, как же вы будете зимовать эту зиму. Как-нибудь перезимую. Как-нибудь без вас. И вот эта зима, это зима русской смерти. Потому что тут вдруг выяснится, что несмотря на купленных Орбанов, на этих всех Шрёдеров, на все остальное, как-нибудь эта зима пройдет. И как-нибудь больше к русским незачем никто не придет. Потому что никто не будет в итоге, сейчас еще пробует, но никто не будет иметь дело с маньяком, когда можно покупать что-то у маньяка, даже с выгодой. Когда это можно заменить другим источником. То, что они сейчас делают, это угроза Европе, то, что Эрдоган к шантажу Европы энергетическому подключился. Такой ужас, на самом деле, так стыдно. Он вторит Путину в этом. Это вот послушал заявление, ужасное просто заявление. Зачем так баловать русского фюрера? Я понятия не имею. Ну, у него свои какие-то соображения, турецкого лидера. Это вторым голосом у Путина петь, но это вообще никуда не годится. Но даже не будем трогать, а на Путине и Газпроме. Вот они наколупали каких-то замерзших городов, сняли все это в Красноярском крае, значит, город Кемерово, где вечные мерзлота практически, кроме лета. И выдают это за Европу, да. Да, и вот, значит, они решили напугать ежа голым задом. Ну, им подпевают, понятно, все эти дожди. Сейчас вот демонстрация в Праге прошла, где опять финансируемая... Вот мне просто интересно, какой бюджет этой манифестации? 70 тысяч уродов. Это же каждому надо что-то дать. Это же какие-то организации. Это вот это Россотрудничество. Это все и так далее. Вот это нужно гадину давить, как ты говоришь, в Казахстане нужно давить пророссийских всех сволочей. Так эту гадину нужно давить Европе и светслужбам, и полицией, и власти просто в зародыше. Это то они показывают нам. Они в Украине терпят фиаско. И они сейчас будут заниматься разрушением украинских тылов, а именно мировой солидарности, европейской солидарности. Сразу говорю, что у них это не выйдет. Но пробовать они будут. И пробовать они будут с помощью этих мессенджей, которые на разных языках мира повторяются всюду. Но ничего, я думаю, что они себя сильно переоценили. Вот этот упырек, вот этот кряжестый упырек такой коллективный, бояристый, он изомнил из себя какого-то там Аполлона или Геракла. Ну, как бы я сказал так, мамкины фашисты, короче говоря. Но какая мамка, в принципе, людоедка, такие и такие они самые. Мамка, мамка, рашка, и они такие. Кровавые, да, уебищные, да. Великие? Нет. Они не годятся даже в великие злодеи. Не мразь. Так, что-то там с русскими, с русскими, чем... А подключился еще один какой-то чувак. Это я ржу степа в белой рубашке. То есть с меня уроки у зелия, с маленькой буквы зелия. То есть не зелий, а зелия берет концом, но и рояле играть вместе. Вот, я, конечно, в ахуе от того, какие защитники русского языка тут к нам пришли. Вот, когда человек профессиональный тролль, даже не может написать правильно там несколько падежей, всегда смущает, а вот тебе, дружище, с болот совет, понимаешь? Если ты не будешь бухать метиловый спирт каждый день, ты не будешь обрыгивать свои вещи, ты тоже можешь сходить в белой рубашке, как я, вот, с красивым галстуком. Опять же, когда мы вам построим, у тебя все будет хорошо. Вот ты на войну не иди только, потому что мы тебя за двух сетем просто в говно. У тебя все будет хорошо. Мы придем там, да, потом будет нормальная, как бы, процесса цивилизования вот этих вот вас, то есть диких каких-то абрыганских племен. Вот, мы вас перевоспитаем, генетифицируем. Вы научитесь говорить складно на своем русском языке, потому что украинскому вас не допустим. Нафиг, вот, не надо портить наш замечательный украинский язык такими голимыми ртами, грязными, как у тебя. Вот, и потом ты тоже, может быть, научишься белые рубашки носить с галстуками. Нет, не научишься, Серега, не научишься. Смотри, вот эти тролли, которые работают на ФСБ, они почему-то думают, что их никто не найдет. Что они вот получат свои сотни какие-то, кто тысячи долларов, и дальше будут такие ходить и рассказывать нам про демократию, как они там ждали падения путинского режима, или, допустим, будут нам рассказывать, как их принуждали, там насиловали бутылкой, там, сказать, вот, и вот они писали эти комментарии. Ребят, обращаюсь к идиотам, значит, все ваши данные, все ваши IP-адреса, во-первых, вас все сдадут свои, сдадут все эти таблицы, сдадут все поручения, все эти программные обеспечения, сдадут абсолютно все. Вот, каждого из вас обязательно настигнет какое-нибудь наказание, и это точно не будет усиленное питание. Поэтому в цифровом мире, если думать, что куда-то можно спрятаться и сказать, что я тут ни при чем, это глубочайшая иллюзия. За вас просто никто еще не брался. А когда возьмутся эти рукописи, и рукописи горят, кстати говоря, вот интернет с информацией не горит. И поэтому до каждого доберутся, будут целые отдельные трибуналы, там, наверное, или расследовательские группы. А сейчас он Беллинкет там собирает по открытым источникам, без всяких показаний, без всяких там этих каких-то тайных кодов, там, взламываний и так далее. А что будет, когда это все будет открыто? А будет вам, друзья, звезда. И тогда, что касается роялей, у них что-то с роялями, у них что-то... Я понимаю, что у них в рояле можно только срать. Это единственное, о чем они мечтают. Мечта русского человека, былинная мечта такая, да, историческая такая, глубинная мечта, это насрать как можно более белый рояль. Вот этот стык, как Лейс Подревянский говорит о цивилизации мрамора и цивилизации навоза, да, он в том, что вот они ментально срут в рояль. Такие случаи бывали и настоящие, что действительно гадили в пианино. Это, ну, я просто читал когда-то русскую криминальную хронику, они что-то так-то не делали, да. И вот это старое, это есть множество мемуаров, там, из Финляндии, я помню, да, про красноармейцы-освободители, там, значит, обмазали все говном, сделали потолок. Ну, они и в Украине что-то самое делали, да, они любят говном рисовать, они любят скульптурки из говна, вот. Говно, это их теплое, родное, свое, это, значит, вопреки этому холодному мрамору, который их пугает, они и так в морозах все время живут, да. И вот им к теплому-теплому навозу их все время тянет. И вот это насрать в райа, это вот так вести себя на людях, вести себя так в компании, подраться на чужой свадьбе, значит, устроить там, значит, изнасилование, когда ты можешь, тебе ничего за это якобы не будет, да, убить кого-то, там, ограбить, вот это, да, выйти на демонстрацию с русским хлебалом в Берлине, там, или в Праге. Но насрать в райа, испортить людям отдых, настроение, там, и так далее, от малого до великого, от мелкого до брутального, ужасного, да, вся их парадигма, это насрать в райаль. Вот если бы я герб вот этой России рисовал, я бы написал белый райаль и куча говна под вот этой приподнятой крышкой. Это идеально отражает их способ мышления, им чуждо все это, весь этот поганый запад, вот весь это все чистое, и, сука, вы им моетесь. И вообще, вот все это, вот ему, даже если он и моется, ему все равно это противно. Он моется, а ему противно, потому что он вынужден бляха-муха подражать. Вот стандарты ввели, ты понимаешь, нет бы в шее вычесывать, как раньше, нет бы там за скорузлым пальцем жопу подтирать, там, да, но они к этому обязательно вернутся, потому что скрепы они такие, скрепы они обязательно тянут туда, и вот эти все закончатся это тем, что на так называемую Российскую Федерацию будут наложены такие репарации. Сейчас уровень жизни не тот, что был тогда, и цена разрушенного, и цена человеческой жизни не такая, как в Вторую мировую войну, когда они репарации не платили, а им платили, да, вот, потому что они были, так сказать, среди победителей. Тут ничего такого не будет. Они останутся одни со всем миром. Их бросит даже Северная Корея, вот, перед смертью своей. Вот, значит, и закончится это тем, что из-за репарации они снова начнут вот этот обратный процесс, и все, все, это, как профессор сказал, броментали, все, давайте обратно, все. Но тут никого профессора не нужно, никого броментали. Они просто сами начнут обратно возвращаться, и в ряде регионов, уже, ну, там всегда было так, они начинают, как бы, ну, превращаться обратно в животных, да, вот, этот процесс тоже не обратился. Потому что будет голодно, будет холодно, будет обидно, будут плакать, будут грызть друг другу глотки, кидаться друг другу говном. Ну, слава богу, территория у них более-менее, хотя я не знаю, какая тогда будет у них территория. Но то, что закончится это печально, и я у всех этих людей, которые говорят, что мы велики, я хотел бы, вот, знаешь, портретную галерею до и после. Вот посмотреть на их хлебало, как они и сейчас ходят, ну, сейчас уже чуть-чуть такие прижухшие. А какие-нибудь потом, это будут прекрасные лица русского мира, которые при слове русский будут под себя ходить сразу. Потому что им будет страшно, что за это, за это огребают, оказывается, а не стиральные машинки выдают и лады. Кстати, ладу, знаешь, вот тоже легенда, последнюю, что скажу, лады там дают далеко не всем. Это вот просто дали, губернатор какой-нибудь там дал эту машину и решил попиариться на ней. Хрен там, а не лада. Мясорубочная машина, вот тебе, на, чтобы сынка вспоминал. Каждый раз, когда крутишь фарш на котлеты, вспоминай своего ребеночка. Или своего муженечка. Вот такие машины они могут дарить. А лады эти, даже, ну, что я начал, лады, это вообще оскорбление. Если кому-то ладу подарить, это, я не знаю, позорище просто само по себе. Но даже и это, это предел мечтаний абсолютно. Давай достаточно долго говорим, но я все-таки еще одну тему хочу поднять. И на ней закончим тогда. Потому что снова визг стоит из, сейчас я метафору подбираю, как это, есть такой, да, лес с единорогами. Вот это из розового леса с единорогами российских либералов снова стоит просто крик, ор, значит, все рвут на себе волосы, вот так. Потому что лучшего в мире журналиста, корреспондента, коммерсанта Ивана Сафронова, который был настолько хорош и замечательным и чист, что был целым помощником Людоеда Рогозина, да, того из самых больших шовинистов и фашистов российской политики, приговорили за шпионаж в пользу Чехии к 20 годам, к 2 годам лишения свободы. Это интересный персонаж с нашей украинской точки зрения. Вот есть, значит, одна его цитата, и она не одна, просто не стал копаться в Твиттере дальше. Давайте покажем. Вот, значит, что нам этот корреспондент коммерсанта, военный корреспондент, скажет, что только что и оказался в России, хотя несколько минут назад, был еще на Украине. Владимир Путин изобрел телепортатор. Ну, вот это он писал, насколько я помню, про Крым. И многое он писал, про то, как Украина станет федеральным округом украинским, про то, какие, значит, гады и ублюдки, значит, тут на смерть украинцев посылают. Когда он заезжал, он же вел тогда сводки с фронта, нормально ему все было тут, значит, заезжал на броне в Украину. Вот, какие, значит, ублюдки украинцев гонят на смерть, надо же все по-другому. Ну, прикалывался, вот, очень был рад тому, что он попал в Крым, значит, за референдумом наблюдал. Ну, то есть, патентованный такой, да, ублюдок и гондон, вот, которого, в принципе, не жалко. Да, очевидно, вопрос был одним из них, да, у него там были какие-то, там, связи свои, тот же Рогозин, еще один патентованный ублюдок и гондон, и фашист, вот, ну, что-то там, сбой какой-то, может, вот. Да, он, мне кажется, просто Рогозину не дал, и все. А, там прям настолько все. А почему нет? Рогозин, Рогозин дружил с Жириновским, о покойном или хорошо, или в восторженных тонах. Жириновский был очень, очень, ну, не то, что был активным, скажем, был активно любящим это дело, хотя был немножко с другой стороны, ой, прости меня, господи, но, вот, Рогозин вполне в том же андре, вот, и, может, он ему просто не дал, я прошу прощения в самом прямом, прямом и непереносном смысле этого слова, во-первых. Во-вторых, доношу до поклонников этого фашиста русского, что, конечно, 22 года, это действительно много, много, то, что получил независимый журналист военный, естественно, русская армия, журналисты не зависят от армии, от своих государств, мы это знаем прекрасно, вот, они отважно противостоят своей армии во всех воинах захватнических, вот, отважный независимый журналист получил действительно очень много, 22 года. Очень много, но это еще не все, потому что, потому что все, что ты описал, и то, что мы еще не знаем, то, что мы еще узнаем, вот, из их спецзаданий, из их обслуживания власти, власти преступной, которая будет признана виновной в преступлениях против человечности, да, военных преступлениях, да, в геноцидных преступлениях. Так вот, этот товарищ, который сопровождал до конца, прям до, не хотят сказать, до гробовой доски, до тюремной шконки сопровождал, если это три, их восторжены. Это забота уже вполне серьезная, говорю, украинских прокуроров, уже дела же открыли на Соловьева, на того, на сего. Вот пока весь мир там, развесив уши, слушает русских либералов про их несчастного независимого коллегу, да, вот, мы должны дела на них заводить, значит, педозры им объявлять, вручать, и прям в тюрьму, по адресу колонии, где он там будет бывать, что знай, что ты, когда бы ты не вышел, ты будешь, ты преступней в глазах украинского государства, и вот такие, такие тебе обвинения. У нас в государстве не такое жестокое, но добавят сколько-нибудь, уж не знаю, сколько он там отсидит, потому что, потому что заслужили, потому что никакой независимой журналистики нет, ничего там нет, никакой свободы слова, и, ну, у нас есть один неизлечимый пациент в мире, это украинская журналистика. Я ко всем это не отношу, но вот наши либеральные вот эти журналисты, левацкие, это история про абсолютную неизлечимость, это вот хоть прям вот ракету в них брось, прям вот в голову ракеты попади, вот, ничего не поймут, и пишут посты, я уж про содержание не буду, не буду никого называть, значит, пишут, невозможно себе представить, чтобы у нас в Украине независимый журналист получил 22 года. Мама дорогая, ну, ну, ладно, ну, ну, понятно, что, ну, ну, гугл же есть, ну, я прошу прощения, но это дело пяти минут, его должность, он государственный служащий рейха, он работал на ближайшего соратника Гитлера долго, до этого он работал корреспондентом в вермахте, гестапо и эсэс, вы понимаете? Да, и, значит, потому что у него, значит, ксива коммерсанта, а коммерсант, чтобы ты понимал, я думаю, что 80% украинских журналистов до сих пор считают коммерсант независимой газетой, то есть у них абсолютное убеждение, что коммерсант, ну, как украинский журналист, когда рождается, ну, среднестатистический, переважный, да, такой, вот, такой смотрящий в сторону Москвы традиционный, она же, когда украинский журналист рождается, у него голова на бок, вот так, вот, она сразу смотрит туда, там карьеру всегда можно было сделать, если лизнуть там, там много было таких всяких приспособленцев, да, вот, которые смотрели только в одну сторону, которые думали, когда же перестать писать на этой мове сельской, вот туда, туда, и вот, конечно, сейчас все смягчилось, точнее, да, и как-то уже они немножко все протрезвели, но в любом случае, когда они слышат российский независимый журналист, у них абсолютно ломается, у них вот это прям перегорает плата, они не понимают, в каком году они живут, что происходит, какую должность он занимал и так далее, их занимает только одно, русский независимый журналист, и когда говорят коммерсант, коммерсант, а еще если хуже скажут, эхо Москвы, то среднестатистический украинский журналист писается, писается от радости, что при нем произнесли это имя, и что он может за него наступиться, что он может подписать петицию защиты, написать я, мы, Иван Сафрона, не украинский солдат, офицер, там, я не знаю, да кто угодно, да, а вот именно к этому миру, а вы возьмете меня в русскую либеральную общественность, а ты кто, Хохол, ты сало-то привез? Да, я привез сало, берем, это мне рассказывали, когда на стажировку ездили из Киева журналисты на эхо Москвы, их там всерьез встречали у входа, словами привезли вы сало, да. Ну, вот нормальный человек встал бы, ушел, но... Морду бы еще дал, да. Ну, а у нас тянулись как бы вот к этому говну, я этого никогда не пойму, я как человек, который там прожил, к сожалению, долгие жизни, я их знаю всех, они мне вызывают не только почтение, мне вызывают ни уважение, ни к их интеллектуальному уровню, ни к журналистским талантам, ни к их моральным качествам, это все абсолютно все в минусах, да, и вот пока украинские журналисты, и часть украинских журналистов, конечно, и часть украинского общества не перестанет, вот больная этим левасцем, не перестанет собирать вот эти репьи на свою жопу со всех сторон, ребят, это не алмазы, это репьи вы на жопу собираете. И от этих репьев надо избавляться. Читайте, блин, польские газеты, которые привели к власти солидарности их последующие, да, читайте литовские газеты, читайте, не можете учить литовский язык, то не надо, гугл есть. Читайте, интересуйтесь, там, польские прессы, британские, чем еще. Что же вы все, там уже все умерли, что же вы в этот морг ходите, как на стриптиз? Нет там никого же, все умерли и раздражились. Скелеты скачут, вот просто, уже вонючие, да. Нет, найдут там какого-нибудь все равно маленького шипсдоида. Я проработал там очень много, я не слышал имени Ивана Сафронова. Никогда. Вот и все. Никогда. Он прославился, когда стал вот про войну сочинять сказки русские, и когда пошел, значит, в постель к Рогозину. Не знаю, что виртуальную или реальную, но связаться с Рогозиным, это хуже, чем с ним переспать. Вот связаться с ним, да, тут, может быть, и оба случая случились. То есть, поэтому жизнь он свою прожил на двойку, как в моральном, так и в таком, как бы, в политическом ключе. То есть, два и два. Получилось дважды два. Точка, садись. Все. Я совсем заканчиваю. Я по-настоящему про другое хотел поговорить. Не про личность, так сказать, безвременно отчалившегося, отчаливав, отчалившегося на, значит, на зону. А про сам феномен вот этого какого-то, да, непроходимо тупого интегрального российского либерала, который каждый раз, значит, в романтическом порыве, как ежик влезает на кактус, вот, значит, совершает там определенные фрикции, вот, потом с этого кактуса больно слезает, начинает на всех обижаться, потому что все смеются или крутят пальцем у виска. Особенно на украинцам. Ах, вы вот не понимаете, как нам, блядь, там тяжело, как вот Ванечка с Афроном. Мы такие, смотри, ребята, ты дебил, на кактус не залезай. Ну, какой Ванечка, Ванечка ваш шовинист, да. То есть, это какая-то тусовка такая, да, вот, она вроде и не поддерживает Путина. Она вроде там, как бы, желает нам победы. Ну, вот, как-то сложить эти дважды два, чтобы, ребята, вы пока не чутили сами. Знаешь, сами от этого шовинизма, да, и перестанете идти, знаете, моральные компромиссы, что если человек фашист, шовинист, говорил там, хохлов на паштенку, то надо с ним оборвать. Зачем ты, Сергей, разговариваешь с мышами, пытаешься говорить с мышами о моральных ценностях? Драматургия эфира. А, ну, это просто ближе к концу должна быть какая-то кульминация. Ну, не знаю, ты поставишь точку, да, точку в этом поставишь. Но я могу сказать, что их единственное, что их объединяет, это то, что они сбиваются в стаи. Они абсолютно ничтожные, но они очень держатся друг за друга, да. Вот. Они как молекулы спирта, сцепились между собой и никуда больше, да. Но в чем проблема их? И не проблема, просто их надо воспринимать правильно. Они очень, у них, весь мир делится над свой и чужой. Это больше никак это не делает ни на журналистские принципы, ни на честность публикаций. Нет. Наоборот, если ты там честный, они тебя сразу вычеркивают. Они сразу отделяют тебя. Значит, моментально, становится чужим. Они все объединены общим преступлением, либо содействием этому преступлению, либо непротиводействием этому преступлению, либо наживе на этих преступлениях, либо наживе на игнорировании этих преступлений. Они очень четко сбиты в стаи. Русские интеллектуалы, так называемые, это стаи. Поэтому для них свои, даже самые ужасные, это непередаваемая ценность. Вот один Иван Сафронов для них стоит всех, всех погибших героев Сбройных сил Украины, ну, в их голове, да. То есть никакого сочувствия про нас речь не идет, к нам, да. Они просто, ну, они вынуждены притворяться, что им там жалко Украину. На самом деле ничего не жалко. Абсолютно ничего не жалко. Вот они хотят, почему Украину просто хотят на Западе устроиться. Ну, нельзя же быть против Украины и устраиваться на Западе, да. Так там не легализуешься. Придется, так сказать, вот парашют за собой тянуть и так далее. Но, короче, я им не верю никому. Агитировать их ни за что не надо. Люди со смещенными моральными ориентирами. Племя. Вот амазонское племя какое-нибудь гораздо более цивилизованное, чем это. Потому что это племя абсолютно развращенное. Абсолютно невоспитанное. Абсолютно эгоцентричное. И, конечно же, вся русская либеральная интеллигенция, она намного ближе к Путину и ко всем этим упырям. Намного ближе ко всем ним, чем к любому европейцу. Это стоит понять. Это разница в ментальных кодах. Я не буду говорить генетически. Это вообще другая история. Кто там что-то разберет сейчас. Но ментально они ближе все до всяких этих русских либералов, до самых либеральных, прелиберальных либералов, они ближе все к своему фюреру, чем к любому представителю западной цивилизации. Ну, кроме тех, кого не купили, как бы людей на ярмарке просто. И есть такая фраза, я на этом свой спич закончу, что русский либерал ломается на украинском вопросе. Русский либерал ломается на любом вопросе. Потому что они не привыкли отвечать на вопросы. Потому что для них они живут в своем мире, где они все друг друга понимают, как собаки, без лишних слов. Они просто обнюхивают друг друга каждый день. На свой, чужой, свой, чужой. Это такие псы разной степени ухоженности, но одинаковой степени невоспитанности, наглости, хамства. Ну, стая, она и есть стая. Понимаешь, если даже хороших собак сбить в стаю, будет все равно агрессивная, одичавшая... Свора. Свора, да. О, ты отличное слово. Свора. Лучше знаешь мову оккупантов. Мы доверим тебе допрос. Ход сдал. Только это. Спасибо, Эдер. Да, заканчиваем на сегодня. Но Эдер, если завтра у меня еще в эфире, ну, в настоящем эфире телевизионном будет, где мы, к сожалению, материться не сможем с ним. Это сильно нас, как это, сильно ограничит наши коммуникативные... Нет, мы будем искать литературу на художественном. Литературу, да. Хорошо, спасибо. Да, также сообщаю. Значит, Эдер завтра у меня в 17, кажется, на телеканале. Будет трансляция на Ютьюбе. И еще завтра в 20.00. Будет стрим с крайне интересным гостем. Он малоизвестен у нас, но это правда очень интересная фигура. Ибрагим Янглубаев, человек-активист. Он администратор и хозяин самого большого в мире, можно сказать, в России антикадыровского канала. Очень много там ведет подсчет пыткам, репрессиям. Вот, конечно же, сам под угловым делом в России. И его пытал в свое время лично Кадыров. Лично Кадыров его держал в плену и пытал полгода, чтобы давить на его семью. То есть, молодой человек, активный, крайне интересный. Завтра в 20.00 по Киеву поговорим с Ибрагимом. Еще раз спасибо тебе, Айдер. Спасибо вам, что смотрели. И, конечно же, скоро увидимся, когда Высовский снова будет онлайн. Пока-пока.